Давайте так, чтобы когда вам какие-то шутки нравятся, если вы смех не слышны вообще, если вам нравится, если вы поохопаете, мне будет понятно и приятно. Давайте сначала. Во-первых, это отличное мероприятие, потому что здесь есть вы. Люди — это самое главное наслаждение. Поверьте, так бывает не всегда. Иногда мы, комики, мы выступаем на несколько людей в зале. И это отвратительно. Я даже не про маленькие кальянные бары говорю, я прошлой осенью выступал на дне города Сестрорец. Там вообще никого не было. Вообще у нас в результате ноль людей, ноль. Можете ноль людей, ноль. Были только я и диджей. И мне за это, я клянусь, заплатили 8 тысяч рублей. Я потом долго посчитал, прикинул, выглядело так, как будто весь город скинулся, что именно я нигде не выступал просто. Я себя так дальше по жизни хочу продвигать, типа комик Сергея Подомаренко. 20 тысяч или я выступлю у вас на корпоративе. Мне нравятся концепции, мне нравятся концепции, что вы сегодня все пришли не просто так. Что-то полезное для себя унесли, какие-то новые мысли, идеи, скендап-это проект. Или хотя бы слова. Давайте со словом начнем. Я недавно для себя новое слово открыл от девушки. Я пошел в магазин, она на выходе такая, спрешь, купе-папш, круассаны, шоколадки там, то-си-бой-си. Я говорю, это что в конце такое было? Она говорит, ты не знаешь, что такое то-си-бой-си. Я ей первый раз говорю. Она говорит, ты что, то-си-бой-си вообще-то это сокращение от то-си-си. Я говорю, не может сокращение быть длиннее. Основной частью. У кого-то на работе хоть раз был такой, что начальник заходит такой, но у нас сегодня необычный, не сокращенный, не вести все нахер. Я потом в интернете еще там посмотрел, там было написано, то-си-бой-си, непереводимая игра слов, аналог ясен-плясен. Я думаю, видите, в звуке почему? Почему еще хуже там? У меня дух потом успокоил, говорит, не переживает, как хуе-мое, только наоборот. Я думаю, каждый раз хуже будет ставить. Или прикольно, если мы сегодня с вами вспомним, наоборот, какие-то старые слова, которые мы редко используем в жизни, которые еще в школе учили. Я говорю, видели, ходите, новые заведения, пробуют новую кухню, и там иногда были баршины с креативом. Я когда хотел, последний раз, очень простой заказ себе сделал, заказал мясо в горшочке, поняли, очень просто. Мясо в горшочке. Приходит официант и приносит просто мясо на тарелку. Я говорю, это что такое? Она говорит, это метафор. Мы начали расхлачиваться. Я говорю, вот вам косарь. Она говорит, это же сотка. Я говорю, это гиперку. Я хочу туда прийти еще один раз, заказать картошку в мундире, поняли? Чтобы они гиблили, снова этот псих. Давайте прямо в пару облегителей наряжайте, как хотите, он вообще метафоры не любит никакие. Просто это Питер. Это Питер здесь так может. Я живу здесь три года. Кто бы что ни говорил, я считаю, Питер реально культурная статистика. Это моё мнение. Это единственный город в России, где ты вообще в любой момент на викторину можешь попасть. Где угодно. Я как-то ехал из Питергофа, здесь у вас, в Питере. В автобус зашел бухой чувак, и на весь автобус такой, внимание, загадка. Внимание, загадка. Черный дятел, цыганку пятен. И молча сел. А люди стали откатывать. Я забегу вперёд, мы не угадали, потому что он сначала уснул, и потом просто молча вышел где-то. Мы были как команда, и что где когда, которая проиграла Алкашу из Питера в целом. Потому что он ответ не достал просто. Самую блюдь, это был год назад, и я до сих пор не знаю ответ на загадку. Черный дятел, цыганку пятен. Я губил, такой загадки вообще нет. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, мы теперь все в этой проблеме. Я думаю, у нас несколько всех спасёт. Если однажды в автобус кому-то ещё более бухой чувак зайдёт, и такое, внимание, и ответ. Всё, и сложился пазл вообще полностью. Мы не просто так переезжали в Питер. Почему? Мы переезжали вместе с девушкой. Выезжайте, иногда Питер называют Северная Венецка. Вот для нас это не просто красивые слова. У меня просто девушка, я пару слов расскажу. У меня девушка, с которой я живу, она из Италии. Её зовут Виньела. Она родилась и первые 15 лет жизни прожила в Курии. Я когда это рассказывал, за меня все невероятно радуются. Мне самое частое, о чём говорят друзья и родники, Серёга, ты в жизни. Это твоё будущее, твоя Венецка, твой Билетовец. И я в этот момент, я вся тико напрягаюсь, я думаю, а что там её друзья говорят? Это Серёга, держись у неё, когда обуваешься. Это твоё настоящее. Я очень горошу эти отношения, потому что это первое отношение, в которых у меня вообще есть какая-то миссия. Просто вдумайтесь, у неё русская мама, которая в 90-е вышла замуж за Итальянку и уехала за границу. И я считаю, это очень иронично, что её дочь, Итальянка, вернулась в Россию и сейчас встречается со мной. Я называю это «кто-то должен отдать долгисту». Я, на самом деле, если не шуток, я очень сильно хочу познакомиться с её культурой, с её родственниками. Я вот даже тут чуть-чуть начал откладывать денежки, там, знаете, на звонок. И выучил пару фраз на Итальянском. Просто вот сейчас всё отбросьте, вообще все мысли. Просто кайфоните, как реально круто и красиво звучит этот язык. Переводится как «Здравствуйте, меня зовут Сергей. Пожалуйста, займите 200 евро, вояля Бога нашего Христа в Содержителе». У нас нет языкового барьера, она свободно говорит и по-русски по-итальянски. Я не сказал, потому что её мама русская, отец говорит по-итальяне, а мама хитро и везучая из Челябинска. Но я на её примере узнал очень важные вещи про нас с вами, про всех. Я, например, выяснил, что человек, который говорит по-русски, свободна, полность вообще, идеальна. И русский человек – это вообще не одно и то же, оказывается. У неё отсутствуют некоторые вещи, которыми мы все с вами пропитаны на уровне ДНК уже, мы от них даже избавиться не сможем. Я это выяснил чисто случайно. К нам домой Божья коровка как-то залетела. Я вот так беру её на палец, вязание мысли с ребёнком в лицо, выношу на балкон, высовываю с окна вот так. И как все мы знаем, да, я такой, Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, чёрного и белого. Вот так на неё смотрю, она такая, идя в лесу. Я думаю, ну и козла тёмно туда, пожалуйста. Я не знал, что это так работает вообще. Споры абсолютно тупые. Мы недавно, как все пары, выбирали гипотетическое имя будущего ребёнка. Как назовём, как это будет? Она говорит, ну я хочу как-нибудь универсалит, чтобы для Европы и для России. Например, Габриэль. По-моему, вообще не универсалит. Её прям срокло бы этому ключевой. Да, у нас мальчики не те были.